ребята всем доброго дня сегодня вам покажу как я солю рыбу для этого собственно нам понадобится рыба кастрюля для рыбы в которой солить будем и соль соль будет такая крупного помола рыбка у нас будет разнокалиберная крупная помельче совсем мелкая вот такая густерки подлещики рыбы у меня свежей пойманной не было поэтому взял рыбу из заморозки разморозил ее в воде холодной чтобы быстрее было значит берете соль так вот он насыпается и полностью усыпается дно соли потом берете рыбу такой крупный подлещик попался не умещается мелковатая посуда и значит слоями укладываете на соль сюда можно что-нибудь такое помельче вот вы уложили первый слой берете соль и хорошенько ссыпаете вот этот первый слой соль и я не жалею потому что я потом еще буду вымачивать рыбу вот сыпали второй слой рыбы опять укладываем неважно в каком какой последовательности у даже карась у меня тут есть крупный карасика посолим неважно любые дырочки вот эти вот где не вмещается более крупная рыба ложим мелкую туда и опять солим не боимся следующий слой рыбы опять обязательно условия надо про просыпать солью каждый слой рыбы вот туда положим пару мелких туда внутрь опять просыпаем рыба крупная соли не надо жалеть абсолютно пожалеете соли потом будет будет рыба ну испортится можно так вот мы уложили последний слой рыбы хорошенько сверху еще раз пересыпаем кусок попался сейчас постепенно измельчать делайте прямо такую вот солевую шапку вот последний слой рыбы пересыпан солью закрываем крышечкой и оставляем в холодильнике на пять дней ну что друзья вот прошли пять денечков давайте посмотрим как у нас посолилась рыбка вот у нас рыбка просолилась смотрите она пустила сок соль выбрала с нее лишнюю влагу сейчас мы это будем сливать сливаем вот так сливаем полностью эту воду берем ведро и выбрасываем сюда перебрасываем и сейчас мы будем промывать заливаем полностью ведро холодной водой вот мы набрали полное ведерко водички и начинаем ее промывать от остатков соли промываем хорошенько так вот промыли и опять сливаем воду значит промыли рыбку и сейчас набираю полное ведро воды будем ее вымачивать так как я рыбу солью нечистя с кишками значит крупную я буду вымачивать где-то часов около шести не меньше вот потому что она увидите она нечищена вот такого размера рыбка это вот она ладонная где-то будет в районе четырех пяти часов это мелочь будет часа три наверное вымачиваться почему потому что я как я конкретно сам люблю слабо соленую рыбу вот и поэтому я еду подольше вымачиваю кто хочет более то есть солоноватую рыбу можно меньше вымачивать но вот крупная будет я вам говорю что часов шесть-семь будет вымачиваться крупная рыба это часа 45 ну и это три хотел добавить если вы солите рыбу четыре часа значит через два часа сливаете эту воду и заливаете свежую ведро почему потому что вода постепенно становится соленая рыба хуже вымачивается когда рыбка вымачивалась уже вот я ее воду сливаю сливаю и ложу дуршлаг то есть можно в принципе и на проволоку там ее нацепить чтобы она стекала но я так вот не заморачиваясь ложу в дуршлаг ее рыбу вот и взял его так потрес допустим на ведро опустил и пускай она стечет вот у нас рыбка стекла и у меня есть специальная сушилка которая во многих рыболовных магазинах продается туда буду закладывать рыбу вот так и закладываем туда делаем небольшое расстояние между ней чтобы она одна на одной не лежала вот так и все здесь замочки и вот так закрываем на замке закрываем она закрывается мухи не долазит ничего тут как раз батарея тепло от нее идет и все сушим рыбу до нужного вам состояния потом когда рыба высохнет я и уложу в целлофановый пакет и в холодильник закручиваю и ложу в холодильник и там она лучше хранится как бы потому что в тепле когда она лежит она и внешний вид у нее портится и она сама по себе такая знаете когда рыба жирная она вкус у него портится вкус короче вот такой мы был способ засолки рыбы и сушки кому понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь с вами был анатолий пока